Для Сары герой ее мама, потому что это лучшая мама и лучшие ученые на свете. Но даже мама Сары не может найти лекарства от коронавируса. «Как выглядит COVID-19?» – спросила Сара у мамы. «COVID-19 или коронавирус настолько крошечный, что увидеть его невозможно», – ответила ей мама. «Он распространяется, когда больные люди кашляют, чихают и дотрагиваются до людей или вещей вокруг. У больных начинается жар и кашель, а еще им бывает трудно дышать. То есть, если мы его не видим, то и бороться с ним нельзя?» – спросила Сара. «С ним можно бороться», – ответила ей мама. «Вот почему мне нужно, чтобы ты была осторожней, Сара. Вирус действует на самых разных людей, и каждый из них может помочь нам в борьбе с ним. У детей особенная роль, и они тоже могут помочь. Тебе нужно быть осторожной ради нас всех. Мне нужно, чтобы ты стала моим героем». Лежа в кровати этой ночью, Сара совсем не чувствовала себя героем. Она была расстроена. Ей хотелось пойти в школу, только школу закрыли. Ей хотелось увидеться с друзьями, но это было опасно. Саре хотелось, чтобы коронавирус прекратил запугивать ее мир. «У героев есть суперспособности», – сказала она сама себе, засыпая. «Что же есть у меня?» Вдруг в темноте раздался мягкий голос, зовущий ее по имени. «Кто здесь?» – шепнула Сара в ответ. «Сара, что тебе нужно, чтобы стать героем?» – спросил ее голос. «Мне нужен найти способ рассказать всем детям на свете, как себя защитить, чтобы они смогли защитить всех остальных», – ответила Сара. «Так что же тебе от меня нужно?» – спросил голос. «Мне нужно что-то, что умеет летать, что-то, что громко говорит, что-то, что сможет помочь». Раздался свист. И в лунном свете появилось нечто невероятное. «Кто ты такой?» – ахнула Сара. «Я Арио», – ответил существо. «Я еще никогда не видела никаких Арио», – сказала Сара. «Ну, я здесь с самого начала», – произнес Арио. «Ведь я появился в твоем сердце. Если у меня есть ты, значит, я смогу рассказать всем детям в мире о коронавирусе», – воскликнула Сара. «Я могу стать героем!» «Постой-ка, Арио, разве не опасно путешествовать, когда повсюду коронавирус?» «Только со мной, Сара», – успокоила Арио. «Ничто не сможет причинить тебе вред, пока мы вместе». Тогда Сара запрыгнула Арио на спину, и вместе они вылетели через окно ее спальни прямо в ночное небо. Они взлетели к звездам и поздоровались с луной. На восходе солнца они приземлились к прекрасной пустыне у пирамид, рядом с которыми играли дети. Дети радостно закричали и принялись махать Саре и ее Арио. «Привет! Я Салем!» – крикнул один из мальчишек. «Что ты здесь делаешь? Прости, мы не можем подойти ближе. Между нами должно быть не меньше метра». «Мы здесь именно поэтому!» – крикнула Сара в ответ. «Я Сара, а это Арио. Вы знаете, что дети могут уберечь своих соседей, друзей, родителей, бабушек и дедушек от коронавируса? Нам всем нужно!» «Мыть руки водой с мылом!» – улыбаясь, закончил Салем. «Мы знаем, Сара, а еще мы кашляем в сгиб локтя, когда болеем, и при встрече машем друг другу, чтобы не пожимать руки. Мы стараемся не выходить на улицу, но живем в очень людном городе. Не все остаются дома». «Хмм, возможно, я смогу с этим помочь», – сказал Арио. «Они не видят коронавирус, но меня-то трудно не разглядеть». «Запрыгивайте! Только на разные крылья. Между ними не меньше метра». Арио взмыл в небо, а Салем и Сара сидели каждый на своем крыле. Он полетел над городом и начал рычать и петь. Салем крикнул детям на улице. «Идите и скажите своим близким, дома безопаснее! Лучший способ позаботиться друг о друге – оставаться дома!» Людей поразило зрелище, представшее их глазам. Они помахали руками и согласились зайти домой. Арио взлетел высоко в небо. Салем закричал от восторга. Там, наверху, среди облаков, летел самолет, и пассажиры в изумлении уставились на них сквозь иллюминаторы. «Скоро людям придется перестать путешествовать, по крайней мере, на время», – сказал Салем. «По всему миру закрывают границы. Нам всем нужно оставаться там, где мы живем, и с теми, кого любим». «Там много всего изменилось», – произнесла Сара. «Иногда меня это пугает». «Перемены пугают и сбивают с толку, Сара», – ответил Арио. «Когда мне страшно, я очень медленно вдыхаю и выдыхаю пламя». Арио выдохнул гигантский огненный шар. «А как вы успокаиваетесь, когда вам страшно?», – спросил у них Арио. «Я думаю о тех, рядом с кем чувствую себя в безопасности», – ответила Сара. «Я тоже. Я думаю о всех тех, с кем чувствую себя в безопасности. Например, о бабушке с дедушкой», – сказал Салем. «Я по ним скучаю. Мне нельзя их обнять, потому что я могу заразить их коронавирусом. Обычно мы приезжаем к ним каждые выходные, но только не сейчас. Ведь их нужно уберечь». «Ты можешь им позвонить?», – поинтересовала Сара. «Конечно!», – воскликнул Салем. «Они звонят мне каждый день, и я рассказываю им обо всем, что происходит дома. После этого мне становится лучше. И им тоже. Скучать по людям, с которыми нельзя увидеться прямо сейчас, совершенно нормально», – заметил Арио. «Это показывает, насколько они нам дороги. Вам станет легче, если вы познакомитесь с другими героями?» «Конечно же!» – воскликнули в ответ Сара и Салем. «Прекрасно!» «Моя подруга Саша обладает совершенно особенной суперспособностью», – сказал Арио. «Вперед!» Они стали спускаться вниз и, наконец, приземлились в небольшой деревушке. Около дома девочка собирала цветы. Увидев Арио и сидящих на его крыльях детей, она рассмеялась. «Арио!», – воскликнула она, – «нам нельзя подходить друг к другу ближе, чем на метр, так что я пошлю тебе в воздушное объятие». «Что вы все здесь делаете?» «Саша, я почувствовала, как ты меня обнимаешь, когда ты сказала мне об этом», – произнес Арио. «Просто поразительно, как словами и действиями можно выразить заботу. Я хотела показать своим друзьям твою суперспособность». «Что же у меня за суперспособность?» – удивилась Саша. «Поскольку один из твоих родственников заболел, ты остаешься дома, чтобы никого не заразить коронавирусом», – пояснил Арио. «Да, у меня заболел папа. Он остается в спальне, пока совсем не поправится», – сказала Саша. «Но все не так уж и плохо. Мы играем в игры, готовим, проводим время в саду и вместе едим. Мы с братьями делаем наклоны и танцуем. Мы читаем книги, а я продолжаю учиться. Потому что иногда скучаю по школе. Поначалу сидеть все время дома было странновато, а теперь вроде ничего». «Иногда нам приходится нелегко, Саша», – сказал Арио. «Ты находишь в себе интересные занятия и дружно живешь дома с близкими. Именно поэтому мой герой – это ты». «Ты ссоришься со своей семьей?» – спросил Салем. «Иногда бывает», – ответила Саша. «Нам приходится проявлять терпение, понимать друг друга и просить друг у друга прощения. Это самая настоящая суперспособность, потому что она помогает и тебе, и окружающим чувствовать себя лучше. А еще иногда мне нужно побыть наедине с собой. Мне нравится танцевать и петь, когда рядом никого нет. А еще я иногда звоню друзьям». «Арио, а что если у людей нет дома или они далеко от дома?» – спросила Сара. «Замечательный вопрос, Сара», – ответил Арио. «Давайте это выясним». И тогда они попрощались с Сашей и снова полетели. Воздух стал теплее, и они приземлились на острове посреди моря. Там они увидели людный лагерь. Одна из девочек заметила их и издалека помахала рукой. «Привет, Арио! Я так тебе рада!» – воскликнула она. «Нам нельзя подходить друг к другу ближе, чем на метр, так что я буду разговаривать с тобой отсюда. Познакомишь меня со своими друзьями? Меня зовут Лейла». «Привет, Лейла! Я Сара, а это Салем!» – крикнула Сара в ответ. «Похоже, вы пытаетесь уберечься от коронавируса. Что вы еще там делаете?» «Мы моем руки водой с мылом», – крикнула в ответ Лейла. «А кашляете ли вы в сгиб локтя?» – спросил Салем. «А как это делать?» – крикнула в ответ Лейла. Тогда Салем и показала им, как правильно это сделать. «Мы стараемся быть храбрыми, но меня кое-что беспокоит», – сказал Лейла. «Можно я вам расскажу?» «Я услышала, что кто-то заболел и умер. Меня это очень напугало. Правда, что люди могут умереть от коронавируса?» Арио шумно вздохнул и сел. «Да, маленькие герои, это странно», – сказал Арио. «Некоторые люди совсем не чувствуют себя плохо, а другие болеют очень тяжело и даже могут умереть. Именно поэтому мы должны особенно внимательно относиться к пожилым людям и тем, у кого есть другие заболевания, ведь часто они болеют тяжелее. Иногда, когда нам очень страшно, можно мысленно представить безопасное место. «Попробуйте вместе со мной», – все они согласились. И тогда Арио попросил детей закрыть глаза и представить место, в котором они чувствуют себя в безопасности. «Сосредоточьтесь на воспоминании или моменте, когда вы чувствовали себя в безопасности», – сказал Арио. А потом он спросил их, что они видели и чувствовали, и чем пахло в безопасном месте. Он спросил, не хотят ли они позвать в свое безопасное место кого-нибудь особенного, и о чем они могли бы с ним поговорить. «Если вам грустно или страшно, вы можете отправиться в свое безопасное место», – сказал Арио. «В этом ваша суперспособность, которую можно поделиться с друзьями и близкими. А еще не забывайте, что я о вас беспокоюсь, так же, как и многие другие. Это тоже поможет». «Мы все можем заботиться друг о друге», – сказала Лейла. «Верно, Лейла», – подтвердил Арио. «Мы можем заботиться друг о друге, где бы мы ни находились. Хочешь вместе с нами отправиться в путешествие?» Лейла решила отправиться в путешествие вместе с Арио и новыми друзьями. Сара обрадовалась тому, что Лейла к ним присоединилась. Она знала, иногда людям нужно поддерживать друг друга. Они летели тихо, не произнося ни слова. Но Лейла знала, что ее новые друзья о ней беспокоятся. Наконец, перед их глазами предстали заснеженные горы, и Арио приземлился в небольшом городке. У руча играли дети. «Арио!» – воскликнул один из них и замахал рукой. «Привет, Ким!» – сказал Арио. «Я хочу познакомить вас всех со своими друзьями, которые уже переболели коронавирусом». «Каково это было?» – спросил Салем. «Я кашлял, а иногда меня бросало в жар. Еще я чувствовал себя ужасно уставшим и несколько дней совсем не хотел играть», – рассказал Ким. «Но я много спал, а близкие ухаживали за мной. Кое-кому из наших родителей, бабушек и дедушек пришлось пойти в больницу. Медсестры и врачи обходились с ними очень хорошо. Спустя несколько недель все мы поправились». «Я друг Кима», – сказал еще один из ребят. «Несмотря на то, что Ким заболел коронавирусом, и я не мог с ним видеться, мы остались друзьями. Я все время о нем беспокоился, и теперь мы ужасно рады, что снова можем играть друг с другом». «Порой самое важное, чем мы можем помочь друзьям – защитить их», – сказал Арио. «Даже если ради этого мы некоторое время не сможем видеться друг с другом. Мы можем сделать это друг для друга», – сказала Лейла. «И однажды мы снова сможем играть все вместе и ходить в школу, как раньше», – добавил Салем. Настало время возвращаться домой и прощаться с друзьями. Они пообещали друг другу, что никогда не забудут свое совместное приключение. Сара расстроилась от того, что они не смогут видеться в ближайшее время. А потом она вспомнила, что рассказал друг Кима. И ей стало легче. «Если ты не можешь увидеться с человеком, это еще не означает, что ты его больше не любишь». Арио вернул всех домой и подождал, пока Сара заснет, прежде чем улететь. «Арио, можно я завтра увижу тебя? Ты прилетишь ко мне?» – спросила у него Сара. «Нет, Сара. Настало время, которое тебе нужно провести вместе с близкими», – ответил Арио. «Не забывай наше приключение. Чтобы защитить тех, кого ты любишь, нужно мыть руки и оставаться дома. Я всегда рядом. Ты всегда можешь побыть со мной, переместившись в свое безопасное место». «Ты мой герой», – прошептала она. «А ты мой герой, Сара. Ты герой для всех тех, кто любит тебя», – ответил он. Сара уснула, а когда утром она открыла глаза, Арио уже исчез. Тогда она отправилась в свое безопасное место, чтобы с ним поговорить, а потом нарисовала все, что они увидели и узнали во время приключения. Она побежала к маме, чтобы показать ей рисунок и рассказать обо всем. «Мам, мы можем защитить всех людей», – воскликнула она. «В приключении я познакомилась со столькими героями». «Сара, ты совершенно права», – сказала ей мама. «На свете так много героев, которые защищают людей от коронавируса, например, чудесные врачи и медсестры. Но ты напомнила мне, что каждый из нас изо дня в день может быть героем. Величайший герой для меня – это ты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова